СССР Здравствуйте! Два слова скажем о внешней политике, ну и станет понятно, почему же в 1985 году в нашей стране начнется перестройка, о которой мы будем говорить уже в наших следующих уроках. Политический кризис середины 80-х годов, о котором мы достаточно подробно говорили на предыдущих уроках, в середине 80-х он, можно сказать, достигает своего апогея. За четыре года даже меньше сменилось три руководителя Центрального комитета партии. То, что воспринималось всегда как трагедия, уже, можно сказать, настолько стало обыденным, что очередной руководитель страны, видимо, скоро, скорее всего, должен будет умереть. Что, в общем, конечно, стареющий этот аппарат партии, который не в состоянии был принимать решения, и управляемость страны, всевластие, бюрократического аппарата, все это, в общем-то, говорило о кризисе. Кроме этого, конечно, номенклатурное засилье, невозможность пробиться наверх вне каких-то определенных правил игры, вне кланов. Мы говорим, что отсутствовали так называемые социальные лифты, которые позволяют человеку совершить восходящее перемещение по лестнице социальной. Ну, и вот эти, конечно, вещи, они вызывали недовольство со стороны населения. Добавим сюда, давайте, обычные проблемы, там, бюрократические, да, недовольство чиновниками, там, взяточничество, пускай это, конечно, взяточничество было такое, да, на уровне, как бы Гоголь сказал, борзыми там щенками, да, но, тем не менее, все эти вещи, конечно, вызывали серьезное недовольство среди населения, и управляемость страны становилась все хуже и хуже. Кроме этого, идеологический кризис, марксистская или марксистско-ленинская, как тогда говорили учения, не обновлялась в течение многих-многих лет. Суслов, отвечавший с ЭК партией за идеологию, считал, ну и, соответственно, идеологи Центрального комитета считали, что любое, в общем-то, обсуждение, сомнение и так далее, это плохо. Ну и вот догматизм, который присутствовал, формализм, что ли, вот этих докладов на съезде партии, это все чувствовалось, конечно, да. И хотя, ну сегодня, если мы 30 лет спустя прочтем, скажем, доклад, ну, я не знаю, Леонида Ильича Брежнева на очередном съезде партии, там, то мы увидим, что там очень много здравых, умных, глубоких мыслей, да, но сама форма изложения, какая-то вот такая, знаете, закостенелость, это, конечно, склазывалось во всем и во многом. Кроме того, ну, на многие какие-то сюжеты не было ответа, ну, в частности, в начале 20 века Ленин писал о капитализме, монополистическом капитализме, как о загнивающем капитализме. Ну и вот у нас в течение всего 20 века говорили о том, что капитализм загнивает. Люди, которые побывали на Западе, говорили, хорошо же, он загнивает этот самый капитализм, да, когда же он загниет, ну, наконец, окончательно, да. Объяснить, почему на Западе такой высокий уровень жизни, а у нас все-таки в сопоставлении не такой, хотя у нас вроде бы прогрессивный более острой и так далее, и так далее, с теоретической точки зрения советская пропаганда не могла, и много было таких вот вопросов, на которые теоретического ответа не давалось. Не потому, что их нельзя дать с помощью марксизма, да, можно, конечно, но просто, ну, боялись, не хотели, а какие-то учиться, учиться и учиться, там, да, какие-то фразы, лозунги, они просто превращались в догму. Ну и, наконец, кризис власти, он коснулся и того, что население перестало верить властям. Вот это вот лицемерие, вот это вот двуличие, да, необходимость лгать, там, на работе, дома, в курилке, там, я не знаю, на улице, да, то есть думать одно, говорить на работе другое, с друзьями, может быть, даже третье, да, такое ведь тоже было возможно, скажем, на работе ты клянешься в том, что, там, предан идеалам марксизма-ленинизма, с друзьями, наоборот, там, слушаешь, там, читаешь сам издатовскую литературу, там, слушаешь песни каких-нибудь запрещенных композиторов, да, ну, а сам-то думаешь, что, в общем, может быть, и что-то еще третье, да, что, ну, например, что, как бы совместить это все, да, и советское, там, и диссидентское, и западное, ну, такие люди тоже были, их было достаточно много. Вот это лицемерие, вот это вранье, конечно, говорило о том, что кризис наступает. Действительно, многие люди интересовались идеями диссидентов, многие люди интересовались, ну, вот этой неофициозной культурой, которая шла, например, в форме песни авторской, в форме рок-музыки, молодежных движений, ну, о чем, в общем, достаточно интересно, можно поговорить отдельно. И получается, что музыкантам, певцам, писателям верили больше, чем власти, верили больше, чем, в общем-то, государству. Кроме этого, ну, и последним таким, да, показателем, уж фактом, который показателен, было то, что по многим вопросам люди начинали, ну, в городах крупных, где это было возможно, слушать не советские информационные программы, а новостные передачи Запада. Свобода, свободная Европа, голос Америки. Именно пытаясь с помощью радиоприемников, да, поймать эти самые радиостанции, советские люди пытались узнать, ну, каким казалось правду о том, что происходит. Следующей стороной кризиса стал кризис экономический. О нем мы тоже довольно подробно говорили. Давайте здесь я скажу о тех вещах, которых мы касались мало, ну, или почти не касались. Производительность труда, основа основ в показателях любой экономики, в 70-е, 80-е годы стало неуклонно падать. Ну, а падение такого важного показателя, как количество товаров, произведенных в единицу времени, то есть производительность труда, говорит о чем? О том, что люди стали хуже работать, о том, что научно-технический прогресс отстает где-то, да, и о том, что организация труда отстает. То есть вот этот показатель производительности труда, он говорил о том, что мы отстаем от Запада. Кроме этого, много говорилось о неэффективности какого-то количества советских заводов, да, о том, что они не окупают друг друга. Ну, такая проблема достаточно спорная, да, на ней можно остановиться подробнее, но так или иначе. Отрицать здесь, в общем, конечно, нечего. Ряд советских заводов, ряд советских производств датировалось, поддерживалось государством в силу их неэффективности. Другое дело, что так бывает во всем мире, да, и мы видим в кризис, вон, убыточные банки спасают правительство всех стран мира, да, и миллиарды долларов вливают, но тогда казалось, что это показатель серьезного кризиса, того, что, соответственно, в нашей экономике что-то не так. Чудовищным для Советского Союза 70-80-х годов показателем того, что в стране кризис стала нехватка товаров, причем не дефицит товаров, причем товаров не просто каких-то, ну, я не знаю, не очень нужных населению, не просто там предметов роскоши, например, или тех же самых даже автомобилей, да. В начале 80-х годов в городах Советского Союза, от окраином к центру начинают исчезать с полок товары, те, которые раньше, в общем, в магазинах были товарами первой необходимости. Ну, и вот, если в середине 80-х годов, ну, так, на виртуальной, такой воображаемой машине времени мы с вами перенесемся, там, 84-й, 83-й, 85-й год, не в Москву, там, да, не в Киев, не в Ленинград, не в Тбилиси, да, в какой-то, ну, скажем, небольшой советский город, мы увидим, что в магазинах, в общем, почти ничего нету, есть консервы, там есть хлеб, там есть еще что-то где-то, да, вот, ну, серьезных продуктов, даже продуктов в магазине купить нельзя, не говоря уж о каких-то дефицитных вещах, красивой там одежде, обуви и так далее. Кроме этого, система распределения, конечно, дает сбои, то есть, что получается, надо вводить карточки, вводится карточная система, да, ну, опять же, прошло 30, там, 40, с лишним лет после войны, и в стране опять карточки, как великую отечественную. Особенно жители городов, где были введены карточки, удивлялись тому, что в Москве это все ведь было, ну, не все, конечно, да, но по меркам было, то есть, что получается, ну, где-нибудь там, я не знаю, в Ярославле, там, в Угличе, в Костроме, там, в Вологде и так далее, производят сыр, молоко, масло. Да, дальше эти сыр, молоко, масло оказываются в Москве, и люди из этих городов на так называемых продуктовых электричках ехали в Москву, тут покупали и ехали обратно, да. То есть, вот и такие перекосы в советской экономике вдруг возникают в середине 80-х. Это перекосы, связанные с торговлей, это перекосы, связанные с распределением. Ну, и, наконец, такие проблемы, как инфляция, обесценивание денег, да, то есть, денег на руках, почему еще дефицит товаров возникал, денег на руках населения много было, да, повысить цены власть не решалась, ну, и получается инфляция, то есть, фактически, обесценивание, ну, или, по крайней мере, огромная масса денег не могла найти себе применение, да. Скрытая безработица, у нас в стране официально безработицы не было, да, более того, за тунеядство сажали в тюрьму, если человек полгода не работает, но огромное количество населения сидело на минимальной, ну, или на очень маленькой зарплате, там, 120 рублей, почти ничего не делая, там, грубо говоря, книжки перекладывая, да, там, с места на место, вот, фактически, это та же скрытая безработица. То есть, дефицит, исчезновение продуктов первой необходимости, проблемы советской торговли, это те черты, которые показывали о том, что кризис в стране есть. Ну, и вот эти политические, экономические недостатки, естественно, находят свое отражение в сфере социальной. Растут социальные проблемы, растут достаточно серьезные. Ну, именно тогда родился миф о безвечной русской болезни пьянстве, да, хотя этой извечной русской болезни меньше 100 лет было на тот момент, да и сейчас, наверное, не больше, да, вот, но, тем не менее, пьянство, действительно, становится страшной бедой. Тогда еще не было в таких масштабах, да и вообще в серьезных масштабах наркотиков, а пить в какой-то момент стали по-черному, что называется, ну, и на почве пьянства всякие разные другие социальные проблемы возникают. Апатия, неверие населения, знаете, вот, когда человек перестает там верить там и в коммунизм, и давно уже не верит в Бога, и в магазинах ничего нет, и заработать денег нельзя, и как-то все грустно тогда, да, каких-то перспектив нет, и социальные лифты не работают, то есть подняться куда-то там я вроде бы как не могу или могу, но с трудом, вот это вызывает апатию, да, и многие даже, может быть, и не это самое, там, не начинали пить, да, но уходили в себя люди, искали какие-то другие пути, ну, и, в общем, это тоже, конечно, показатель определенного кризиса, в том числе, кстати, и духовного, потому что, если мы посмотрим на увлечение думающих, умных людей советской интеллигенции середины 80-х годов, то там будет увлечение чем угодно, да, и йогой там, и какими-то, я не знаю, там, восточными, там, другими вещами, причем единоборства восточные были запрещены, это то же самое, каратэ считалось, что это буржуазный вид спорта, который там у нас нельзя развивать, это страшный вообще человек, и ненавистнический и так далее, вот, ну, и, конечно, определенный социальный кризис в стране был, единственное, в отличие от стран, может быть, восточный Европа, он скрадывался во многом размерами нашей страны, то есть все-таки люди могли работать, сказать, что вообще заработать денег нельзя, тоже нельзя, да, можно было поехать на север, можно было поехать, бам, тот же самый строить, да, там, или на юг куда-то, да, в районы, ну, и, соответственно, человек при желании, конечно, мог себя реализовать. Ну, и, наконец, давайте несколько слов скажем о кризисе во внешней политике. После прихода в Америке к власти президента Рейгана, в Великобритании Маргарет Тэтчер, в Германии ФРГ Гельмута Коля, отношения у Брежнева, ну, а потом Андропова Черненко с западными странами, в общем-то, нарушились, да, и пропаганда антисоветская, и знаменитая речь, в которой Рейган назвал Советский Союз империей зла. Речь убогенькая, на самом деле, там никаких сверхважных моментов он не сказал. Более того, если бы тогда ее опубликовали и перевели, и увидели, что это за примитив, то, может быть, Советский Союз не стал, советские люди не стали бы с такой радостью бросаться к приемникам и слушать вражеские, как тогда говорили, голоса, голос Америки и так далее. Вот, но, тем не менее, по всему миру, вот это СССР, империя зла, советская угроза опять, да, русские идут, эти знаменитые лозунги, западные пропаганды были очень и очень популярны. Те столкновения, которые, небольшие вооруженные столкновения, надо сказать, что еще одной чертой, ведь холодной войны, вы помните, было то, что, несмотря на то, что эта война не была настоящей войной с точки зрения применения боевых сил между главными противниками, да, но на каких-то таких второстепенных направлениях столкновения шли все время, вот, ну и столкновения шли, ну, например, в Анголе, например, в Эфиопии, например, в Конго, долгое время на гербе Конго был изображен наш автомат Калашникова, да, то есть вот СССР растрачивал себя. Экономически мы не в состоянии были обеспечивать активную внешнюю политику, экономически мы не в состоянии уже были участвовать в этой самой гонке вооружений. Ну, и тут тоже можно по-разному смотреть, да, с одной стороны, мы, в общем-то, вроде бы экономически эту гонку проиграли и вообще холодную войну, ну, вот все идет уже к поражению в холодной войне. С другой стороны, смотрите, СССР практически в одиночку противостоял семи, восьми, там, не знаю, десяти крупнейшим экономикам мира один 40 лет подряд. Это говорит о том, что, в общем-то, конечно, кризис был, безусловно, но масштабы его не стоит преувеличивать. Ну, и, наверное, лишь одна беда в заключении, давайте скажем, действительно терзала советских людей и как-то в отношении к этой беде сходились действительно очень многие. Афган, как говорили тогда, Афганистан, матери не спали, опасались за судьбу детей, которые, там, могут попасть в Афган. Мальчишки не рвались в Афган так, как в свое время рвались на войну, скажем, Великую Отечественную или убегали, там, сбегали на фронт, там, в Первую мировую, в Великую Отечественную, да. Не сказать, что люди боялись, там, войны, да. И не сказать, что как-то вот такой был страх, но вот эта вот война, которую мы вроде бы ведем, а вроде бы и не ведем, да, она незримо присутствовала. А ведь война — это всегда кризис, да. И, конечно, кризис во внешней политике тоже был. Подводя итог, давайте скажем, что итоги развития СССР в послевоенный период, ну, или уже период застоя, очень противоречивая. С одной стороны, второе место в мире по значимости, по мощи, по влиянию. Авторитет, безусловно, СССР — одна из двух сверхдержав. Огромные успехи в социальной сфере, в повышении качества жизни советских людей. С другой стороны, большое количество проблем, которое показало, что что-то и многое, наверное, в Советском Союзе надо менять. Давайте коснемся немножко подробнее проблемы эффективности экономики Советского Союза в 70-80-е годы. Надо сказать, что вообще термин эффективности экономики — это достаточно термин условный. Почему? Потому что это тот показатель, который, естественно, введен экономистами и, с другой стороны, часто используется историками. И вот когда мы говорим об эффективности советской экономики, скажем, в середине 80-х годов, то историки часто идут за экономистами, говоря о том, что советские многие предприятия были убыточные. И говорят о том, что, в общем-то, государственная экономика вообще, в принципе, менее эффективна, чем рыночная. На самом деле, конечно, момент очень спорный. Ну и можно много привести факторов, и можно много привести здесь моментов. И я не хотел бы сейчас давать какие-то рецепты или провозглашать, вы знаете, истину в последней инстанции. Я хочу задать несколько вопросов, над которыми вам стоит подумать. У вас еще впереди 10 класс, 11 класс, и, может быть, сейчас как раз вы в конце 9 класса, думая о будущем, кто-то, может быть, заинтересуется экономикой и потом будет на эти вопросы отвечать. Итак, вопрос первый. Экономика как хозяйство может быть неэффективной, если население растет полтора-два миллиона человек в год, а именно столько росло население Советского Союза. И может ли быть эффективная экономика в стране, в которой население вымирает? Интересный вопрос, не правда ли? То есть, конечно, если, ну вот я бы ответил как, что, конечно, отдельные отрасли, отдельные сферы были действительно, ну, не очень, может быть, эффективны, да? Вот, но в целом хозяйственная жизнь страны шла, и это подтверждает какие факты? Около 20% мирового производства было, ну, чуть меньше, конечно, в руках Советского Союза, производилось в Советском Союзе, да, а не 2-3, как Российская Федерация, скажем, в 2000-е годы процента от мирового, да? Или 4-5, как Царская Россия производила до 2017 года, все-таки там 17-18% мирового производства, и 2-3-4, это, согласитесь, немножко разные величины. Вот. Ну, кроме этого, в свое время в Советском Союзе очень популярно было высказывание, ну, и в России, Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, которая сказала, что экономически эффективно на территории России проживание 15 миллионов человек. То есть, что имела в виду Тэтчер? Что в условиях сложившегося уже мирового рынка, мирового разделения труда, люди, живущие в России, в Советском, ну, в том Советском Союзе, эффективно для мировой экономики только те, кто обслуживает там нефтяную трубу, газовую трубу, ну, соответственно, охраняет эти самые трубы, ну, и плюс занимается чем? Импортом леса, вырубкой леса и так далее, да? То есть, то сырье, которое нужно мировой экономике. Ну, вот они посчитали, у них оказалось, что 15 миллионов человек эффективно. Значит, остальные неэффективно. В СССР, как вы помните, жило 300 миллионов человек. Ну, соответственно, ну, в России там почти 160, если мы берем Российскую Федерацию в 91-м году. Соответственно, ну, посчитайте, сколько людей нужно куда-то девать. Далее. Еще один вопрос такой достаточно интересный. Ну, действительно, либеральные экономисты утверждают, что частный бизнес всегда эффективнее государственного. Это, наверное, во многом так. Частный интерес – это действительно важно, но с точки зрения того, что частник всегда заинтересован в результатах своего труда, да? Здесь сомнений никаких. В отношении эффективности можно поспорить, потому что если частник такой эффективный, почему же ежегодно, ежеминутно, я не знаю, на земле разоряется такое количество частных фирм, частных предпринимателей и так далее, и так далее, и так далее. Причем касается это не только крупных каких-то, то мелких, скажем, да, фирм или там единиц, там, торговцев, скажем, на рынке где-нибудь вьетнамском, да? Но это касается и крупнейших банков, это касается крупнейших монополий, и 2008-2009 год, пожалуйста, кризис мировой финансовый, да, и государство, и Америка, и Англия. Миллиарды долларов, миллиарды фунтов стерлингов вливают в предприятия, соответственно, частные, да, банки и так далее. Соответственно, что ж, получается, они тоже неэффективны. Ну и отсюда, конечно, давайте подумаем и сделаем, наверное, вот какой вывод. Вообще, конечно, были у нас в СССР убыточные предприятия, даже в масштабах той системы, которая сложилась в Советском Союзе. Конечно, были предприятия, которые, наверное, надо было закрывать, но, опять же, ориентируясь не столько на мировой рынок или на то, что говорит Маргарет Тэтчер, да, а ориентируясь на ту ситуацию, что была в Советском Союзе. Почему? Потому что, конечно, любое правительство, любая власть защищает своего производителя. И выйти, скажем, на американский, на западноевропейский рынок со своими товарами очень и очень трудно, да. Они с помощью там экологических, юридических, культурных и прочих-прочих пропагандистских мер прекрасно все это защищают, да. И, соответственно, то, что советская власть защищала и поддерживала советского товаропроизводителя, это, в общем, вполне логично и вполне очевидно, да. Другое дело, что, конечно, перекосы здесь были и какие-то механизмы аккуратно, да, надо было искать, которые бы помогали предприятия делать еще более прибыльными и так далее, и так далее, и так далее. На завершение хочется сказать, что, конечно, с чисто экономической точки зрения, показателем эффективности является прибыль, то есть разница между тем, сколько денег ты получил и сколько денег ты вложил. Если ты вложил много-много денег, а получил много-много больше, то это все здорово, да, то ты эффективен. Если ты не вложил, не получил, то ты, соответственно, убыточен вроде бы и неэффективен. Но это математика. Когда живые люди, люди рождаются, экономика развивается, да, и жизнь как-то вот идет, конечно, в истории, наверное, говоря об эффективности и неэффективности советской экономики, надо пользоваться немножко другими стандартами. Давайте коснемся еще одного аспекта экономической жизни Советского Союза. Это проблема инфляции и дефицита в Советском Союзе, как они были взаимосвязаны, ну и вообще коснемся финансовой стороны советской экономики. Ну, в основной части урока мы говорили о том, что, в общем-то, дефицит в 80-е годы стал очень серьезной чертой, нехорошей чертой советской экономики, и это действительно так. Более того, произошла ситуация очень нехорошая, причем эта ситуация была во многом вызвана Косыгинской реформой, ну или там, как сегодня принято говорить, реформой Косыгина-Либермана. Помимо экономических свобод, которые были даны предприятиям, помимо разных там показателей новых, которые вводились, одной чертой реформы было то, что теперь отчетность, большую роль стали правительство, госплан и так далее, уделять отчетности в рублях, грубо говоря, то есть единицах финансовых. Ну, грубо говоря, предприятие сегодня в этом году произвело 100 штук товара, ну, там, я знаю, 100 книжек за 100 рублей. А на будущий год книжка подорожала, и теперь она стоит не рубль, а рубль 10. Соответственно, что получается? За год те же 100 книжек остаются, да, вот, а, соответственно, стоят они теперь уже 110 рублей. То есть получается, что предприятие стало работать эффективнее на 10%. Вот, ну и, соответственно, вот этот переход, он подтолкнет инфляцию. Более того, он подтолкнет инфляцию. Советский Союз в данном варианте был, хоть и отрезан во многом от мировой экономики, но похожие процессы шли и во всей мировой экономике, да, если вы, опять же, следите, смотрите, то отчетность всех крупнейших фирм, банков и так далее, она идет у нас не в количестве, скажем, операций в основном, да, а в миллиардах, там, долларах, фунтов, стерлингов, евро и так далее, да. То есть вот такая-то прибыль, такая-то чистая прибыль, выручка составила столько-то там, да, и так далее, и так далее. Что получается? Получается, что производитель заинтересован постоянно повышать цены на свой товар. И это все, конечно, сдерживать инфляцию в этих условиях было очень и очень тяжело в Советском Союзе. Кроме этого, политические были решения, ну, в частности, в Советском Союзе должно было быть, ну, исходя из, да, восприятия наших вождей, самое дешевое молоко, скажем, и хлеб в мире, да, и действительно хлеб и молоко у нас были самые дешевые в мире, ну, или там приблизительно, да, вот, но происходило, это хорошо, конечно, да, это прекрасно для пенсионеров там и так далее, вот, но получается, что, грубо говоря, можно было жить там на хлебе, молоке, там консервы какие-то дешевые покупать, особо не тратиться, да. Опять же, у населения на руках скапливались огромные деньги, ну, большие по тем временам, и многие люди, пережившие войну, ветераны, говорили, как же хорошо мы стали жить, даже близко такая была, сколько, что-то уж больно хорошо мы стали жить, как бы не было беды, как бы не было войны опять. Это, в общем, конечно, тоже была проблема. Несколько раз Леолинду Ильичу, Коцыгину тому же самому предлагали, ну, в первую очередь, конечно, Брежнев решал эти вопросы, повысить цены, повысить, ну, капитально повысить, да, на 10, 20, не то, что там на 3 копейки, там, да, может быть, даже на что-то в 2 раза, вот, но это шло в разрез с политикой, да, политика была, заключалась в чем? В том, что советский народ должен жить хорошо, должен жить лучше и лучше, естественно, в этих условиях говорить о повышении цен было нельзя, отсюда дефицит товаров. Добавим сюда производственные проблемы, да, то, что производитель подчас производил не то, что нужно покупателю, и какие-то товары просто не раскупались никогда, и оказывается, что вот отсюда взялся дефицит, от отсюда в середине 80-х годов возникают достаточно серьезные финансовые проблемы, решить которые в полной мере в Советском Союзе, наверное, так и не удалось. Давайте поговорим о вас, о молодежи, но только не о молодежи сегодняшней, то есть не напрямую о вас, а о тех ребятах, которым было 14, 15, 16, 20, 22 года в конце 70-х, в начале, в середине 80-х годов. Ну и надо сказать, что полную, конечно, социологическую такую картину мы рисовать не будем, но то, как жила советская молодежь в те годы, в общем-то, тоже говорит о том, что какой-то определенный кризис в нашей стране наступает. Ну, во-первых, молодежь в общем и целом, наверное, в эти годы перестает верить в будущий коммунизм. Если молодежь, скажем, 20-30-х годов с радостью шла на стройки, чтобы приблизить коммунизм, в Великую Отечественную все понятно, да, Родину защищать, после Великой Отечественной нужно восстанавливать. Хрущев обещал, что вот коммунизм будет построен через 20 лет, в конце 70-х, 80-х, даже в официальные комсомольские газеты, там «Комсомольскую правду», например, да, писали письма, говорили, что вы знаете, что мне делать, я комсомолец, а перестал верить в коммунизм. Ну и умные журналисты-коммунисты отвечали, коммунизм — научно доказанная ступень развития человечества, в него не надо верить, он все равно наступит, да, это предсказано философами, там, экономистами, ну не предсказано, доказано, конечно, да, философами, экономистами и так далее, коммунизм — не религия, верить в него нельзя. То есть какие-то идеологические такие моменты оказывались размыты. Далее. В конце 70-х, 80-е годы молодежь почихоньку начинает отворачиваться от советской культуры. Ну понятно, когда в школе заставляют читать выдающееся произведение «Целина» или «Малая земля» или «Возрождение» авторства Леонида Ильича Брежнева, и надо делать доклады и говорить о том, что это прекрасное произведение литературы, да, и оно там на уровне чуть ли не, ну не Льва Толстого, конечно, до такого, наверное, не доходили, но, ну что это, в общем, очень там серьезное произведение, литературное, да, не то, что там мемуары, да, или историческое какое-то сочинение, именно вот с точки литературы. Брежнева за него союз писателей принимали там и награждали и так далее. То, конечно, как-то от советской культуры ты начинаешь отворачиваться. Ну и куда можно было повернуться, кое-кто на восток поворачивался, да, ну а большинство, конечно, поворачивались на запад, и надо сказать, что проникновение западной культуры шло и через телевизор, и через кинофильмы, и через произведения музыкантов, и в 70-е, 80-е годы очень модно были и западные группы, и кино, соответственно, ну и образ жизни, стиль жизни, которые, в общем-то, мы, конечно, не видели, да. Видели в фотографиях каких-то, да, кто-то там рассказывал, побывавший там где-то там на западе, да, или там за границей. Ну, в общем-то, подражать, конечно, хотелось таким замечательным вещам, как джинсы, жвачка, там, там, гитара, конечно, да, длинные волосы, которые в школе стригли, потому что там, ну, нельзя вроде как советский там пионер или комсомолец, не должен был ходить с длинными волосами, ну и так далее, и так далее. Кроме того, скажем, что молодежь всегда, и вы знаете это по себе, да, остро очень реагирует на несправедливость, нечестность, на проблемы такие, как, ну, невозможность пробиться, когда одному и тому же человеку, например, там ставят хорошую оценку, потому что у него папа кто-то, а другой вроде бы более талантливый, да, но он не может пробиться, потому что у него нет родителей высокопоставленных, и вот что получается. Получается, что молодые люди, реагируя на вот эти несправедливости, которые в любом обществе, естественно, есть, они все меньше и меньше воспринимали данную власть, ну, советскую власть, как свою. Они задыхались вот в атмосфере, когда невозможно стало в начале 80-х годов пробиться наверх, когда трудно стало своим путем сделать себе карьеру, когда практически невозможно заработать много денег, ну, скажем, в городе, да, и когда где-то там на волшебном западе есть прекрасная жизнь, красивая, там кинозвезды, шикарные машины, там, да, жвачка, конечно, да, ну и так далее. Ну вот, это, конечно, росло поколение людей, которые с удовольствием через несколько лет откажутся от советской власти, от коммунизма, ну, в общем-то, это будет для них легко и просто. Подводя итог, скажем, что, конечно, молодые люди по-разному, конечно, жили и относились к окружающим событиям, но то, что большое количество людей или апатично, да, без всякого энтузиазма смотрело на мир, не желало ни учиться, ни развиваться. Другие люди уходили к диссидентам, кто-то уходил в криминал, а кто-то, может быть, и делал свое дело, да, или делал вид, что он делает свое дело, а сам только и ждал, что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот эта власть кончится, да. Говорит о том, что, конечно, кризис затронул все слои советского общества, ну, в том числе и молодежь, ну, а общество, в котором нету хорошей молодежи, страна, молодежь, которая не верит в эту страну, это общество, конечно, обречено. Поэтому задачей любой власти является убедить молодежь в том, что именно эта власть, именно эта страна даст молодежи будущее. К сожалению, в Советском Союзе середины 80-х годов этого не было.